МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И 6 марта мы обязательно подведем итоги. А вот главный приз, от кого же достанется нам главный приз, мы сейчас узнаем. Это наш гость, наш коллега. Вот как раз он и есть фотограф с мировым именем, Станислав Пучковский. Доброе утро. Доброе утро, Станислав. Но победительница получит в подарок фотосессию. Вы уже думали, где состоится сей мирный интервью? В студии, на выезде, может быть, в развалинах? Я думаю, надо дождаться победительницы. И вот с ней мы уже обсудим, решим, как лучше, потому что люди разные, подходят им разные, выглядят они всегда по-разному, поэтому конкретно будем решать уже обстоятельства. Хорошо. Станислав, мы назвали вас профессионалом с мировым именем. Знаем, что многие ваши работы, как сказать, печатались в журналах, действительно, которые признаны профессионалами. Расскажите вы, как вообще определяется крутость журнала? Вообще, что это такое быть напечатанным в таком журнале? Ну, журналы о фотографии, естественно, делаются профессионалами для профессионалов, и они продаются по всему миру. То есть, к примеру, вот эти вот журналы, которые у меня здесь есть с собой, их можно увидеть в киосках по всему миру. То есть, недавно, к примеру, я был в Европе, это было очень приятно. Заходишь, к примеру, в аэропорт, и там вот на самом видном месте, вот, к примеру, такой журнал. Да, невероятное чувство, очень приятно. Ну, это престижно. Конечно, то есть, обложка, учитывая, что портреты на обложках выходят где-то из 12 номеров 2-3, и в крупнейший журнал Европы и мира туда попасть, это очень здорово. То есть, у меня их сейчас вот таких обложек уже 6, 6-ая выходит через 2 недели. Я знаю, что вы в свое время выбрали псевдоним Шона Артера. Почему? На самом деле, поначалу я не был уверен в том, что у меня что-то получается. Как любой начинающий, я относительно недавно же снимаю. Решил спрятаться. Да. Я выбрал псевдоним, это герой из фильма «Без лица». Был такой боевик Джона Вун, там Джон Траволта играл как Рошона Арчера. И вот я выбрал псевдоним, чтобы посмотреть. Если ничего не получится, ну и ладно, никто может не знает. Так что он Арчеру и останется. Да, он оказался удачный, да. И для иностранного уха легко звучит, приятно. Поэтому как бы вот прижилось. Ну, вообще, надо сказать, что Станислав за два года прошел такой большой путь от новичка в фотографии до вот уже признанного мэтра фотографии, до профессионала. Расскажите, почему решили заниматься фотографией? На самом деле, у меня с детства, наверное, был талант к рисунку. Я всегда любил рисовать, рисовать людей. Мне это нравилось. Я и в архитектурный институт со временем поступил, потому что хотел заниматься именно рисунком, портретами. Но портреты, они немножко для меня тяжело, это долго. То есть, чтобы хороший портрет нарисовать, это достаточно долго времени уходит. А я несколько неусидчивый, то есть, мне тяжело долго сидеть, заниматься одними тем же. А фотография, вот, прям в самый раз. То есть, я как занялся фотографией, это воплотило вот мою тягу к рисунку, к творчеству, и я в этом себя буквально нашел. Сколько нужно времени потратить для того, чтобы найти образ? Потому что, извините, но вот это делаешь, когда я понимаю, что... Сколько было попыток сделано вот перед этими фотографиями? Ну, обычно, на самом деле, эти фотографии, это где-то спустя год после того, как я начал заниматься фотографией, примерно вот такой. То есть, уже глаз пристрелялся? Конечно. Ну, то есть, поначалу я вообще ничего не знал. Я же был полный новичок. Я представления не имел о фотографии вообще. А кто будет доверять человеку, который ничего не умеет? Только друзья и знакомые. И вот я на друзьях и знакомых постепенно начал заниматься, тренироваться, и что-то стало получаться. Я вот на чем. Я как любительница фотографирования, как это, селфи вот этого. Спасибо. Мне вообще интересно, какие есть каноны, я не знаю, правила, ограничения, то есть, чтобы сделать хорошую фотографию. Ну, мы сейчас говорим о непрофессионалах, безусловно. То есть, что нужно обязательно учесть? Не знаю, свет, расположение головы, настроение, одежду или ничего этого не нужно учитать? Ну, желательно максимально естественно все-таки быть, потому что вот не надо пытаться ничего играть, не надо пытаться что-то изображать, потому что даже актеры, профессионалы, и то у них не всегда получается что-то хорошо сыграть. Поэтому для человека, который не является профессионалом, скажем, ни в модельном бизнесе, не является ни актером, ни актрисой, лучше всего вот быть, как он есть. Это вот самый простой вариант. Не пытаться что-то вот прыгать выше головы, работать вот как максимально естественно. Друзья, вот совет сейчас от Станислава Пучковского. Будьте естественны, когда вы будете создавать свой образ весенний. И тогда вас оценят и, возможно, все получится. Абсолютно точно, да. Ну вот, и все-таки ты как главный член нашего жюри, ты будешь судить фотографии, которые будут приходить от наших телезрительниц. Расскажи, по каким критериям будешь определять лучшую фотографию? Что будешь учитывать? На самом деле, конечно, я не буду учитывать профессионализм, то есть фотографа, потому что в данном случае это не важно. Мы будем смотреть на то именно, насколько естественно выглядит человек, насколько он интересен, на глаза, естественно. То есть глаза, улыбка, это всегда очень хорошо, как правило, выглядит. То есть мы не будем оценивать именно техническую сторону фотографии, будем оценивать творческую и вот такую чисто человеческую часть. Ну, замечательно. Всем, всем нашим телезрительницам еще раз напомню, что мы принимаем ваши фотографии до конца февраля на сайте областного телевидения. Вы можете выслать свою фотографию, вы можете выслать фотографию супруги, жены, мамы, сестры, бабушки, дочери, ну, в общем, любой знакомой вам женщины. Я вам обещаю, что победительницу мы пригласим сюда, в студию «Утро ТВ», прежде чем отправить ее на фотосессию к Станиславу Пучковскому. Ну, мы благодарим Станислава, что он пришел к нам на эфир, рассказал все подробности о правильной фотографии. Ну, а нашу программу продолжит гороскоп. Сразу после этого у нас обзор книг с Оргой Городничевой.